Какой комплекс идей мне видится после окончания войны? Напомню, до начала войны и то почему война началась, Россию не устраивали две вещи. Первое, это то, что Украина это антироссия и в контексте этого она пытается вступить в НАТО. Насчет ЕС они, в общем-то, даже не сильно возражали. Я думаю, сейчас не будут возражать насчет ЕС, потому что в конечном счете это же не вопрос, куда мы интегрированы и какие экономические связи у нас есть. Все равно от России нам никуда не деться и она бы могла на нас оказывать влияние. Но антироссийские установки и вступление в НАТО для России были неприемлемы. С этой точки зрения первый вопрос, который для нас есть, это мы действительно интегрируемся в Европу после войны. Но проблема в том, что у нас на глаза. Особенно потому, что наши люди поехали в Европу вроде как пересидеть войну, а теперь им вроде как понятно, что многим возвращаться неохота. Понятно, что закат Европы свершился. То есть мы идем не просто в Европу после войны, мы идем в закатную Европу. Алексей. Ну, я бы... Ладно, после Алексея потом я чуть-чуть этому тезису поопонирую. Я был главный сторонник заката Европы, но она откатила. Мероприятия, которые они предпринимают, да еще предпринимают, показывают, что они вполне есть в порох в пороховницах, они осознали угрозу. Не-не. То, что говорит Макрон, это попытка реакции, это попытка противостоять, это попытка охранительно-оборонительная. Там нет постановки вопроса перспективы. Там не возникли новые философские школы, которые открывают новые горизонты. Это попытка защитить хоть то, что есть. Вот как я это вижу. Так я рассчитывал на то, что они даже этого не будут делать. Они взяли и сделали, да? Это очень обычная новость, да. Они сейчас очень сильно собираются защищаться. Я думаю, к концу лета мы услышим решения, которые нам покажутся феноменальными. Но суть не в этом. Суть в том, что так достаточно уже феноменальных решений, например, садичное согласие по ядерному оружию между Британией и Францией. Заключили новый пакт, касающийся возможного применения ядерного оружия против них и, соответственно, ими в ответ. Второй момент, это и сказали России, что мы тоже ядерные державы, и у нас у самих революверы найдутся. Это достаточно сенсационно, открытое заявление, открытое соглашение подписано и так далее. Суть в чем, что давайте исследуем аргументацию против противников, не то что нашей позиции, а рассмотрение даже такого сценария. Говорят, войну нельзя останавливать. Ее нельзя останавливать по двум причинам. Первое, мы дадим время, чтобы Россия собралась и второй раз на нас напала злобно, только уже куда были лучше подготовлены. И Запад немедленно откажется оказывать нам поддержку, если война будет остановлена. Давайте немедленно там восстановим снимет санкции из России и нас, как всегда, забросит. И получится, что через три года Россия в России оружие, а мы, наоборот, ослаблены, как бы с разваленной экономикой и прочим-прочим бардачным обществом послевоенным, мы не сможем противостоять. И вот тогда-то у России получится. Ну, давайте следуем корни этих установок. Смотрите, что за этим стоит. Две простые мысли. Россия лучше подготовится. Три. Мы подготовиться лучше не сможем. Это берется как априорный факт, что даже не обсуждается. И Запад нас обязательно кинет и перебежит на сторону России. То есть мысль такая, что единственное, что удерживает Запад от слияния в экстазе с Россией и нашего нового фундаментального проигрыша, это что? Это наша непрекращающаяся борьба. У меня вопрос, чей это нарратив? Ну, это точно не в наших интересах. А врачей это... Это второй вопрос. Это российский нарратив. Ну, у меня... Очевидная вещь. Они проводят мысль, что Украина... Что за этим стоит? Какая картина мира? Украина досадная помеха в принципе прекрасных отношениях России и Запада. Давайте я обращу ваше внимание, что тут звучит. Тут звучит, что как мы в первые годы войны не мобилизовались по закону 93-го года, так мы и дальше не будем осуществлять мобилизацию, даже если война остановится. То есть иметь в виду широкую мобилизацию по законам. Не призыв в армию, а широкую мобилизацию. Мобилизацию экономика, социальной сферы, культурной. Всю мобилизацию. Да, за этим стоит еще один тезис. Первый мы назвали. Второй тезис звучит так. Украинцы хронически не способны к самоуправлению. И осознав страшные последствия войны и потеряв треть территории, и огромное количество людей разрушены экономику, они не сообразят, что надо готовиться ко второму раунду. Либо сообразят, но все своруют, не смогут, не договорятся, и между собой перессорятся, и не будут готовы ко второму раунду. Это чей нарратив? Тоже русский. Тоже русский, да. Российский, да. Да. Третье, что за этим стоит, что... Запад немедленно откажется от нас. Ну, это да. И вот на двух этих... Хорошо. На двух этих нарративах, на двух тезисах стоит картина мира. Это чисто российский нарратив. Как вы думаете, от кого я их регулярно слышу? Или давайте спросим, от кого мы регулярно слышим? Мы слышим это от ура патриотов записанных. Я слышу это от украинских пьяных. Я слышу это от офиса регулярно. Я слышу от всех говорящих голов. Все ура патриотическое сообщество. Национал-рагули, национальные патриоты, национал-либералы. Они все бегут по этому нарративу. Он чисто российский по происхождению. Он внедряется в Россию и содержит два основных тезиса. Повторюсь, украинцы генетически не способны к самоуправлению. А Запад только спит и видит, как предать Украину в пользу России. Но при этом мы надеемся на Запад. И при этом они же надеются только на Запад, который должен нам давать, давать, давать. А мы воевать, 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 пока Россия не развалится. И ура, мы ее наконец-то поделим. Вот такая картинка мира. Как бы, да. Поэтому, ну давайте скажем честно. Все, кто стоит на картине того, что, где окончание войны четко привязано к идеальной подготовке к будущей войне России и неспособности Украине подготовиться ни к чему-то, и предательстве Запада на этой установке, это вообще российский нарратив. Этим можно пугать Запад. Но всерьез сделать это национальной доктриной, ну это было бы большой натяжкой. И очень выгодной натяжкой для России. Ну смотрите, тут же вот какая вещь. Гена Друзенко поставила этот вопрос в фейсбуке. Что когда по-любому заканчивается война победой, непобедой, возникает вопрос солидаризации. Да? Потому что без солидарности, да, во время войны мы можем замалчивать многие вещи, там не критиковать правительство, не критиковать войска. Но как только война остановилась, возникает вопрос первичной солидаризации. И она говорит, что как бы вот в Германии такая солидаризация произошла по поводу разделения ответственности. Ну кто-то потерял дом, кто-то не потерял. Те, кто не потерял, как бы должны были поделиться активами в пользу тех, кто потерял. То есть на социальном уровне была произведена солидаризация. У меня вопрос. Вот те, кто так говорят и транслируют эти нарративы, они как видят солидаризацию? Или они вообще видят гражданскую войну? То есть их не устроит результат, и они придут разбираться с предателями сюда. Или все-таки мы запустим солидаризацию в обществе? То есть то, что в общем-то нужно сделать сразу же после войны. Ну ее надо неплохо было бы во время войны сделать. Но давайте я противопоставлю, если мы о принципах говорили, о картине мира, я противопоставлю этим двум и трем тезисам, два и три, свои тезисы. Первое. Мы способны солидаризоваться. На специальных, очень узких условиях, о которых можно отдельно говорить, но мы способны это сделать. Мы можем... Договорным или принудительным образом? Договорным. 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 Мы можем... Украина способна. Первое. Второе. Украина способна к самоуправлению. Генетически способна. На нас не лежит никакое страшное проклятие в силе того, что вот мы вот только нас оставят, мы немедленно передеремся. У нас много поводов подраться, потому что мы слишком разнообразное государство, слишком разными идеологиями, культурами и так далее. Но это не значит, что мы не можем решить задачу схода. Потому что есть другие государства в мире, у которых поводов подраться гораздо больше, чем у нас. Но они как-то существуют. Наши ближайшие соседи. Та же Румыния. Два миллиона венгров, которым ездит Орбан каждый год и напоминает про великую венгрию. Тот же самый немцев, огромное количество. Президент Румынии, немец вообще-то на секундочку. И так далее, и так далее. И все тут непросто. Алексей, довожу до вашего сведения, что Олайс Доний заявил, что страна расколота. Кулик недавно представил социологические показания о том, что государство фактически отделено от общества. То есть общество расколото, говорит Олайс Доний. Государство отсоединено от общества, говорят исследования Кулик. В этой условии как возможно солидаризация? Крах Второй Украинской Республики и построение Третьей. Все же очень просто. Вторая не выживет. Это совершенно очевидно. Она сделала всевозможные ошибки за 33 года и будет обречена. Но Третья Республика вполне может солидарироваться. Нет генетического сбоя. Основная мысль, которую проводят россияне, украинцы не готовы к самоуправлению, не способны генетически. Это давняя очень мысль. Я ее разбирал еще на натовских семинарах по ИПСО в далеком 17-м году. Это тогда уже было общим местом. Так вот, фишка в чем? Что и Третья. Мы способны подготовиться к новой войне и предпринять комплекс мер, которые не позволят России на нас напасть. Второй раз. Как бы она ни готовилась. Например, одна из этих мер предельно очевидна. Поднять порог войны очень сильно. Второго нападения можно просто вступлением в Евросоюз. Напоминаю, что нападать на государство Евросоюза России в принципе очень сложно будет. Что бы там ни говорили. Горячие головы. Да, нет, это и собраться Евросоюз, ели на завтрак. Нет. Будет очень сложно. Основной торговый партнер. И нападать на государство основного торгового партнера это большая проблема. Второе. У Европы есть своя армия. Она существует де-факто и де-юре. И Украина, вступая в Евросоюз, становится частью европейских вооруженных сил. Не натовских, но общеевропейских.